Всем привет, друзья! Мы на обновленном канале Амбродио. Да, мы братья Зиненко, и это очередной выпуск «Откуда берутся комиксы». У нас особый гость. Это человек, который создает комиксы «Рэмпэйдж», «Драконы тоже люди» и «Почти герой меча и магии». Кто-то уже наверняка догадался. Это Катя Безрукова, она же Кода. Спасибо, Катя, огромное, что ты согласилась на это интервью и поделилась с нами тем, как ты начинала, какой путь прошла и с чем сталкиваешься сейчас, как отдельный художник, так и со своей командой «Гараж». Друзья, прежде чем мы начнем, хотим напомнить, что у нас здесь есть особое меню, куда мы спрятали для вас все самые вкусные и полезные видео, ну и, конечно же, важные. Ссылки ждут вас в описании, так что не стесняйтесь, заглядывайте туда, ну и, конечно же, оставляйте комментарии и свои вопросы, мы на все ответим. Ну а теперь мы начинаем. Поехали! Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Так получилось, что у меня нет художественного образования, и я люблю шутить на тему того, что мне в универе было настолько скучно, что я научилась рисовать. Кстати, возможно, мы с тобой даже немножко где-то тезки, потому что я учился на экономиста, на экономиста, и я знаю, что ты тоже учился на экономиста. Я училась на менеджменте, на факультете землеустройства, и, по идее, должна была выйти риэлтором. Но из меня риэлтор как не знаю что, потому что я из универа ушла на третьем курсе, поэтому я такая... Я перестала понимать, что мне вообще там говорят, какую информацию. Вроде на лекциях слышу одно, на семинарах в другое, и я не понимаю, откуда люди это знают. Я говорю, что где? Что, что, землеустройство у нас вели? Что это? Какого черта? В смысле карты рисовать? Нет, я хочу комиксы рисовать, и мне карты, я не понимаю ничего. Ну, получается, ты ушла из университета уже заниматься комиксами, или ты именно просто пошла искать себя в другом? Скорее, ну, как бы уже занималась комиксами на тот момент. Я пошла искать работу, я где-то год проработала в квестах. Я вела квесты как раз-таки, где немножко научилась получше разговаривать с людьми. Там у меня был достаточно свободный график, и так что я могла спокойно на работе сидеть комиксы делать. Там хоть смена шла у нас 12 часов, но из них, по сути, в среднем работаешь часа 3, остальное время тебе главное там просто сидеть. Ну, я так, ну, интернет есть, чай есть, кипяток есть, как бы... Все условия есть. Да, можно спокойно сидеть и работать. Ну, и начальство было лояльно. А сама любовь к комиксам у тебя как появилась? Потому что я знаю, некоторые говорят, а, комиксы, я просто их рисую несерьезно. Было ли у тебя какое-то целенаправленное... Да, я хочу попробовать комиксы, у меня все это получится. Я хочу это делать. Оно произошло плавненько достаточно, потому что где-то в шестом классе на уроке английского языка я говорила, что я хочу стать мультипликатором. Комиксы я тогда не особо читала, интернета у меня не было. Так что я говорила, что хочу стать мультипликатором. Однако с этим у меня не срослось. Я пробовала делать анимации, но поняла, что отрисовывать одну секунду времени, одно движение для меня слишком долго. Я хочу быстрее, чтобы все было, но при этом рисовать отдельные картинки мне было скучновато. Так что комиксы это стало как альтернативой. Плюс я к ним плавненько перешла пробовать. Я изначально вообще не думала, что я буду ими заниматься. По крайней мере, даже когда группу завела, я не думала, что я буду ими заниматься. А потом, когда я поступила в университет, на первом курсе как раз начала делать первые комиксы Чуба Ереси. Но это уже более поздние, которые там на заднем плане, чуть-чуть более поздние. Был какой-то у тебя подход изначально? Я буду рисовать только на компьютере или я буду работать только на бумаге? Да у меня и сейчас подхода особого нет в этом плане. Потому что изначально я сделала комиксы маленькие, прям в маленьком скетчбуке, который мне подарили. Я его в университете как раз выполняла. И сделала прям маленькие-маленькие такие зарисовочки. А потом решила их еще и на компьютере обвести немножко. Вот, получилось прикольно. Какие-то комиксы я делаю целенаправленно на компе. У меня обычно срабатывает так, что если я собираюсь делать именно серию комиксов, ну, кроме Дракон, это же люди, если серия комиксов на какую-то одну и ту же тематику, то я их буду делать в одной программе, по одной технике. Если я изначально делала скетч на бумаге, то я все время буду делать скетч на бумаге, по крайней мере, там, одну главу. А потом, может, поменяю, чтобы у меня не было резких перископов. Ты предпочитаешь что? Работать на компьютере или все-таки на бумаге? Что удобнее? У меня вообще как-то все равно... Просто как душа режет. На компьютере больше возможностей, понятное дело, там есть как минимум Ctrl-Z, и всегда им можно отменить или со слоями работать. На бумаге просто я заранее знаю, так, слоев нет, мы к этому морально готовы. То есть есть серии комиксов, которые сделала чисто на бумаге, типа комиксов-диалог. Вот эти вот книжечки, они полностью на бумаге, тоже на коленке сделаны. И серия, которая среди демонов, она тоже на бумаге полностью отрисована. В первом Томми Рэмпейдж, получается, у него лайн был полностью отрисован на бумаге, а потом покрашен через диджитал. Сейчас у него, так как я много чего по поводу него перепродумала, то у него делаются теперь только скетчи на бумаге, а остальное в диджитале переводится. Драконы тоже люди, делаются вообще как приспичит. Там есть и комиксы полностью в диджитал, есть комиксы, которые сделаны в формате А1 или А2, а потом отсканированы. Это одна страница А1 или сразу несколько страниц? Одна, 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 одна. Это же 2-го какая страница. На полуису? Ну, на большом столе, но тем не менее. Или там у меня есть букварели на формате А2. Там есть один одностраничный и один на две странички, ну вот как разделённый. Я представляю такой большой лист и такую большую ручку. Скажи, пожалуйста, как ты вдохновляешься? Где находишь вдохновление? В манге, в мультфильмах. Вообще, для, например, каких-то маленьких комиксов я просто могу о чём-то задуматься и зарисовать это по факту. Часто, ну да, я часто смотрю мультипликацию типа аниме и диснея, но в основном я предпочитаю мульты с очень хорошей анимацией, с очень динамичной, чтобы я за ней наблюдала. Мне сюжет иногда вообще не особо нужен. Например, как в полнометражном аниме Redline, где вообще сюжет максимально простой, но ты смотришь на картинку и такой, о, я перемотаю, посмотрю ещё раз, как тут фон заанимировали. Я больше в техническом плане всегда интересуюсь. Среди личности. Ты рисуешь на планшете. Это какой планшет? Такой аналоговый или у тебя всё-таки планшет какой-то? На крабуле видишь экранный, да, и рисуешь? Ну, у меня был экранный некоторое время, который с Алиэкспресс заказан и Гаомон. Мне, в принципе, на нём нравилось рисовать, но так как я часто езжу по фестивалям и вообще не всегда долгое время нахожусь на одном месте, мне более удобно брать что-то такое более мобильное. Но при этом я люблю, ну, то есть я люблю одновременно мобильные и одновременно всё-таки размера побольше. На маленьких планшетах я рисовать не могу. Первый планшет у меня был Genius, который ещё с батарейкой в пире, который надо было менять полгода. Потом я ещё и сломала это пиро пополам, потому что хват неправильный. Потом у меня долгое время был вакуум и Anthos Pro, прям пока самый лучший планшет, который у меня был, но всё равно у него долгие поездки длительные, у него и разъём не особо выдерживает. Сейчас относительно недавно поменяла на Хайон, на достаточно большой. Как он? Ну, достаточно большой, но он обычный. Мне нормально, в целом я как бы легко привыкаю к планшетам, мне пару дней дать, и я нормальная. А если сравнивать вот Хайон и этот Гамон, как они называются, вот эти экраны именно, какой по ощущениям лучше? Ну, у экраны у меня только один был, ну, полученец. Но... Ну, экраны с неэкраны. Всё равно лучше экраны, да? Идёт, как проще рисовать. Да мне без разницы. Там у экранного планшета тоже есть свои некоторые казусы в плане того, что вроде бы ты с одной стороны рисуешь как на бумаге, а с другой стороны всё-таки нет, потому что там же есть зазвор между экраном и пером, и видно, что иногда отходит. Это всё равно мне иногда, когда я перехожу с одного планшета на другой, нужно привыкать. Некоторое время, типа, так, здесь всё-таки по-другому это работает. Перестраиваться. Да, но бумагу перестраиваться не надо, вот с планшет на планшетах приходится. Но в основном работаю на обычных. Расскажи, пожалуйста, как ты прокачиваешь свои навыки рисования? По-любому, с момента, когда ты только начала... Особенно ты говоришь, что у тебя не было профессионального какого-то такого образования. Потому что сейчас всё выглядит очень круто, и продолжаешь ли ты как-то вот развиваться, как ты это делаешь? Я это делаю достаточно точечно. У меня иногда бывают заклины, когда я так смотрю на свои работы и понимаю, блин, тут что-то как-то оно не прокачивается, надо попробовать что-то ещё. Я обычно, скажем так, ищу какие-то тоже туториалы, референсы и прочее, но в маленьких дозах. Потому что, по факту, весь мир для меня референс, я на многие предметы вообще смотрю как на референсы сразу автоматически. Мне в магазин продуктов ходить, это то ещё приключение, особенно в Ашан, потому что у меня передоз информации случается, и я очень сильно от этого устаю. Потому что, о, коробка с соком может быть такой формы, о, надо запомнить вот эту форму, она хорошая. С блоки водиком ходить. Я пытаюсь это именно запоминать или сохранять, и запомнить, где это сохранено хотя бы так. Я могу просто листать ленту в ВК, и на что-то наткнуться, что мне понравится как референс, и это запомнить, там это посидеть, порассматривать, пару минут пытаться в линии запомнить. Там, ну, какие-нибудь работы рандомных художников тоже смотрю, и иногда что-нибудь у них подсматриваю, что мне у них понравилось, как они сделали, и так далее. Так обычно все... У меня главное вот получить информацию, потом ее зафиксировать в руке. То есть я все делаю через практику больше. Ты с собой носишь там скетчбуки, чтобы засесть где-нибудь, может, на природе порисовать, да? То, что понравилось. Или такой привычки нет? Не, я ношу скетчбуки, иногда что-то зарисовываю реально, если я хочу это запомнить, там люди говорят, о, классное здание, сейчас вроде на улице не сильно холодно, сейчас это именно заскетчую. Если не получается заскетчевать, я это фоткую, или там где-то светку-ребалек. Когда фотографирую, и пытаюсь все равно это запомнить. Именно потому, что я могу забыть, где у меня фотография, и была ли она, мне лучше это попытаться зафиксировать. Иногда ношу с собой скетчбук, просто чтобы не зарисовать, а просто что-то записать. Типа задумка какая-то, мысль в голову пришла, там, про дракона в этой среде теперь, в новую икону теперь. Засунем его как официанты, или как еще кого-нибудь. Какие-то раздумья в этом плане записываю. Можешь назвать три любимых мультфильма твоих? Я с детства обожаю Петера Пена, именно Диснеевского. Обе части причем нравятся. Было две части? Да, две части, но вторая часть тоже хорошая, если что. Она по анимации немножко другая, и сюжет они прикольно закрутили. Лично мне понравилось там спорное. Я очень люблю Триган, аниме, и, ну, сейчас что-нибудь вспомню. Третье. Можно два раза повторить Питер Пен, первая часть-то. Питер Пен, Триган, и у меня Devil May Cry еще. Я, правда, это больше серии игр, но аниме тоже выходило. Я вообще просто эти серии очень люблю. Скажи, пожалуйста, как ты подходишь к работе со сценарием вообще, когда придумываешь историю? Или это просто картинки пошли, а потом уже сценарий? По-разному скажу так, что я учусь на своих ошибках постоянно. В плане того, что сейчас я прописываю обычно сценарий, хоть какую-то, ну, вот, основу. То есть хоть какие-то диалоги и прочее. Потом я даю ему некоторое время настояться, чтобы потом свежим взглядом на него посмотреть. Дальше идут раскадровки. Иногда там тоже что-то может по пути меняться. У меня изначальный сценарий нередко меняется несколько раз по ходу дела, пока я что-то делаю. Ну, пока я уже именно реализую свою саму работу. И финальные подправки, они идут уже на саму... Когда уже баблы с текстом вставляют. То есть нет такого четкого, как видения, как написали у вас сценарий, надо расписать по полочкам каждый кадр. Вот она готова, я перехожу к следующему этапу. И следующему... То есть просто... Нет, у меня такого нет. Я скорее просто знаю, какие действия должны быть и примерно когда. А там уже потом мясо потихоньку наращиваем на эту тему и уже пытаемся это нормально выстроить. С комиксом Rampage вообще была отдельная история, потому что я тогда до его создания не занималась никакими полноценными комиксами. До этого были только стрипы и тут без фонов, без ничего такого. А я хотела чего-нибудь такое, покрупнее. Но у меня была задумка какой-то там тоже мега крутой истории у себя. Но я так, ну я же не хочу с ней залажаться. Надо на чем-то потренироваться. Надо что-нибудь сделать другое. И так у меня появилась идея Rampage. И первые две главы, они писались просто по факту сразу на чистовик, без продумывания сценария заранее. Просто была какая-то нить. Ну так, основная задумка. Но оно сразу было на чистовик. Оно получилось в целом неплохо, но понятное дело, что косяки вылазили. И по мере, по ходу дела я как раз о своих ошибках училась. Так, в первых двух главах мы сценарий не писали, косяки вылезли. Ммм, давайте научимся на ошибках. В третьей главе давайте мы сделаем теперь раскадровки. Правда, сценарий мы все еще не прописываем заранее, но это, ну, что-то похоже. А вот в четвертой главе уже все сделано нормально. То есть ты не борешься с собой как с перфекционистом, когда, ммм, нехорошо, надо исправить и постоянно менять что-то? Или есть такое? У меня есть некоторая доля перфекционизма, но мы это больше называем задротство, не перфекционизм. То есть я его нормально контролирую в этом плане. То есть я понимаю, что в том же комиксе «Рэмпэйдж» я бы сделала завязку уже другой, потому что завязка мне там не нравится, и как бы по 50% того, кто прочитал, она тоже не нравится, я понимаю, почему. Я бы в целом это переделала, но я понимаю, что, блин, мне эту историю писать дальше вот настолько, а здесь всего начала, зачем мне на нем зацикливаться. И если что, оставлю это как просто историю своих ошибок, и как завязка хоть для какой-то истории. Ну и плюс все, наверное, часто бывает, завязка не очень, я так, ну, да, нормально, 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 сойдет. Ладно, главное, будем делать что вперед. В теории можно вообще эту книжку читать с пятой головы, потому что в флешбете я сделала бы маленькие завязки, но так, так что выкручиваясь как-то. Плюс будет челлендж, как бы некоторые дыры там закрыть сценарные в будущем. Если захочу, когда-нибудь, когда я доделаю эту историю, я переделаю завязку, чтобы все было хорошо. А так, пока я это не трогаю, просто потому что зачем мне останавливаться на начале. Лучше идти вперед, а это как создатели комиксов «Черепашки-ниндзя» они сделают одну версию, а потом через время сделали другую версию, перезапускал. А сколько времени у тебя выходит на страницу, ты рисуешь там в цвете или в контуре? Есть ли какие-то там предпочтения? А, слишком долго рисовала, бросила или что-то такое? Обычно я не бросаю, или я бросаю на некоторое время, а потом возвращаюсь, если там просто какую-то страницу надо сделать быстрее и так далее. С рэмпейджем сложно посчитать, потому что я делала это в паре с еще одной художницей, и она как мой колорист выступала. Да, но обычно, например, когда я рисовала на бумаге, максимум у меня был, когда я сделала пять страниц лайна за один день, получается. Сейчас я очень долго делаю страницы по почти героям «Меча и магии». Там у меня на одну страницу может уходить, ну, наверное, дня три у меня уходит на одну страницу, два-три. А в цвете? Потому что у меня там достаточно такой детальный, и на одну, у меня, по-моему, дней шесть вообще ушло, потому что я там что-то как-то, ну, надо позадротить. Вот такое, короче. Ну, это же не в цвете, получается, да? Есть цвет, с контур. А не с цветом, это с цветом. С цветом. То есть и контур, и цвет. Там иногда с заливкой помогали, но в целом где-то, я три, наверное, в общем, оно занимает на одну страницу. С драком тоже люди вообще там сильно разброс, в зависимости от того, как я захочу делать. Потому что, понятное дело, что, ну, если я захочу сделать комикс полноценно на формате А2, это будет дольше, чем если я буду делать на А4. А как ты настраиваешься, допустим, на свое творчество, на работу, когда, ну, не идет? Или не рисуешь просто? И не рисуешь? У меня это достаточно редко бывает. У меня этот процесс достаточно автоматизирован. Я рисую каждый день часов по шесть, минимум, потому что мне это нравится. И если у меня не идет, то обычно это значит, что нужно сменить деятельность, пойти погулять, поспать подольше. Ну, в общем, больше нужно отдохнуть. Скорее так. Или, опять же, посмотреть одним заходом какой-нибудь сериал, аниме и так далее. Я хотел спросить у тебя, ты заговорила об отдыхе, о здоровом образе жизни. Как получается вот такую творческую жизнь сочетать с... с моим здоровьем, да? И как? Это очень сложно. Я затворник, я особо из дома не выхожу. Ну, и даже в той ситуации с этим я особо из дома не выходила, только на фестивале меня иногда вытягивали. И так, типа, Катя, тебе надо погулять. Иди подыши воздухом. Так что... Мне просто иногда напоминают, что мне надо поесть. Я сплю, я просто много. Иногда бывает, что я могу сидеть и рисовать хоть сутки, ну, то есть реально 24 часа, просто потому что либо поперло, либо даже сроки могут не гореть, просто мне поперло. И если сроки горят, то тем более. То потом я сутки рисую, сутки сплю. Иногда такое может получиться. Так что я не скажу, что у меня здоровый образ жизни. Я просто периодически не забываю поесть. Скажу так. Потом какую-нибудь зарядочку, чтобы не перекосило, так сидеть. Не, ну так-то делаю иногда. Ну, такую совсем простенькую, ленивую, что если спина начинает давать мне какие-то сигналы, давай, э, ты охренела, давай, надо что-нибудь поделать, погулять. Или просто пешочком там до ассистента минут 40 пройтись, ну, нормально. Именно аудиторию, которая у вас сейчас есть, и она уже не маленькая. Как долго вы набирали, и много ли усилий на это потребовалось, на самом деле? Или это как-то было долго по времени, поэтому особо не ощущалось? Ну, набор аудитории, это у нас более пассивная такая штука именно, как набирать, набирать, что «О, надо больше подписчиков в группу!» Это у нас идет более пассивно. Обычно бывает, что нам могут предложить куда-то постить с первоисточником на нас. Мы такие, ну, мы не против, у нас люди больше придут, да, круто. Когда я именно свою группу заводила, так как она была раньше, чем «Гараж», то там я сначала просто рисовала персонажей, потом начала рисовать комиксы, и как только стала рисовать маленькие комиксы, у меня там, получается, и народ стал больше приходить, так как у меня где-то в течение полугода было человек 250 всего в группе, а потом, как стало делать комиксы, меня стали чаще куда-то там забирать, через предложенные новости куда-то хапать, то уже и распространение стало больше, мне стали чаще узнавать в плане по стилю самому. То есть вот такое распространение получилось. По факту у меня вообще создание многих комиксов зависит больше от случайности. Я как минимум два таких знаю у себя. Как вот проходит взаимоотношение с фанатами в сети и уже лично на фестивалях? Происходит все достаточно мирно, хорошо, в сети мы периодически тормозим с ответами, но как бы в любом случае отвечаем. В сети нам чаще пишут именно в плане что-то заказать или поинтересоваться каким-то товаром, но иногда пишут, кто-то пообщаться хочет, мы такие, ну ладно, хорошо, ты спросил, как дела, я тоже спрошу тебя, как дела, привет, как дела, нормально, вот типичные диалоги иногда происходят. А есть прям такие закадычные фанаты, которые знают всех персонажей, знают на какой странице, где вы появитесь, на каких фестивалях? Есть, бывают такие чуваки, которых мы по факту уже, например, в определенном городе мы ждем, что придут именно вот эти чуваки, иногда они даже пишут нам личку, такой, о, вы будете на этом фестивале, меня ждите, мы такие, да, ура, ну без урони я имею в виду. Понятно, да, приятно, когда есть свои люди. Чуваки, знакомые лица, которых мы уже запомнили, там иногда приходит, например, в Питере, чувак, которого мы узнаем, он у нас очень часто берет заказы для персонажей, и он нам дает описание именно на листочке для персонажей, у разных художников он нас часто заказывает, и мы такие, о, привет, мы тебя знаем, кто-то очень хорошо ориентируется в определенных комиксах, кто-то все вообще знает и читает, и мы такие, ни хрена себе, ну хорошо, ладно, нам ничего не надо рассказывать, значит, уже опытный человек, уже все хорошо. Некоторые относятся к критике своего творчества как к своему какому-то детищу, ребенку, как если кто-то скажет, а, у вас кривоглазый ребенок, поставлю ему три с минусом. Как ты относишься к критике? Я к критике отношусь нормально в плане того, что она может быть полезна. Особенно, ну, например, это было у меня с комиксом в Рэп Бейдж, когда я бы выкладывала свободный доступ, иногда бывали, что приходили прям хорошие комментарии в плане того, которые объясняли, что у меня хорошо идет, что идет плохо. Понятное дело, что по мнению чувака, но если я могу понять его логику и понять, почему ему понравились те или иные вещи, то я могу это, понятное дело, и принять. Понятное дело, что я пытаюсь разделять такую, скажем так, критику и вкусовщину, то, что именно просто не понравилось, а что именно у меня плохо. То есть, например, если чуваку не нравится стиль аниме, и он сказал, что мне не нравится, потому что аниме, то, понятное дело, что это его вкус. Я такая, окей, хорошо, допустим. Ну и как, самое интересное, как ты реагируешь на такие вот острые комментарии? Вообще не отвечаешь или через крики такой, ну ладно, какой-то сдержанный ответ? Я чаще просто их игнорирую, но в плане они у меня остаются, как комментарии, если они появляются, но я с ними ничего не делаю, я так смотрю, ну вот такая, о, ну вот какому чумаку не понравилось, ну окей, срач не разводят, окей. У меня главное просто последить, я-то не буду в это лезть особо, если я не считаю, что прям это мне, ну, обычно мне это не нужно. Иногда бывает, что могу так на злобе так написать, да ты ничего не понимаешь, потом смотрю на свой текст, думаю, да блин, ничего, мне еще заняться больше нечем, кроме как сидеть отвечать, да ладно, просто мнение чувака. А потом сложнее разгребать, если кто-то из подписчиков решил ему сам ответить, и у них вот такое пошло. Иногда, конечно, бывает, что споры бывают очень такие даже интересные. Там, когда один чувак сказал, что мне не понравилось, это потому-то, потому-то, потом второй пытается его как-то переубедить, и при этом такая типичная английская ссора, но при этом на заднем плане просто поливание друг друга дерьмовое. Я просто за этим наблюдаю, думаю, когда вы переступите грань, когда я вас могу забанить, и вы даже не материтесь, вы... Культурно. Интересно, что это будет? От чувства юмора откуда берется? Вот смотрите там... Комедии, может, с детства что-то такое, потому что чувство юмора как бы не у всех есть, у вас прям каждая страница, каждый стрип, шутки про драконов. Скорее, с детства набралось... Я считаю, что у меня планка юмора низкая, потому что мне можно издать какой-то странный звук, я с него буду ухахатываться больше, чем с какой-то тонкой английской шутки про драконов, я с тонкой английской шутки сделала и все, ага, там я улечу. Так что я люблю визуальный юмор, когда вообще без слов что-то показано, и ты уже с этого можешь улететь. Я люблю тупой юмор, немецы всякие, это по моей теме. Ну, наверное, это с детства пошло, потому что я с детства с этого всего угорала, потом иногда, когда я делилась с друзьями тем, какие мультики я люблю, они говорят, блин, это же дичь полная, там юмор такой тупой, ну да, оно прикольно. Раз ты заговорила о звуках, мы сейчас перейдем к нашей рубрике, связанной как раз со звуками, и проверим твое воображение. Эта рубрика называется «Звуковые галлюцинации». Мы предлагаем тебе послушать звук, он довольно необычный, нестандартный, и... Тебе нужно сказать, что ты видишь. Что воображается в твоем воображении, и как, по-твоему, что происходило в этот момент, когда издали вот это, вот произошло это звукоизлияние? Давайте попробуем. Сейчас, я подумаю. Как будто барабанщика чмокнул какой-то очень приставучий фанат. Хорошо, идем дальше. Так, мне кажется, кого-то пытались разбудить в этот момент очень оригинальным способом, возможно, это записывали, ну, как такие типичные пранки, войны и прочее, но что-то под конец пошло не так, и чувак что-то сбил. Спалился. Спалился. Идем дальше. Что бы могло произойти в этот момент? Кто-то скинул в окно железный лист и разбудил какого-то старичка-соседа. Вот тут я могу представить, что это был дракон. Звуки похожи. Ты, наконец, поняла, в чем суть. Это были драконы. Да, да, да. Переходим к следующему. Очень назойливый кот пришел просить пожрать, он уже устал просто орать, поэтому ночью, в ночи он открыл дверь медленно и барабанив свою посуду, такой, я хочу жрать. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? И здесь мы поставим точку в этот раз. Запятую, я бы сказал. Запятую в нашем первом выпуске общения с Катей. Да. И мы вернемся со вторым выпуском уже совсем скоро, так что следите за обновлениями, подписывайтесь, включайте уведомления, тогда вы точно ничего не пропустите. Ну, или загляните на наш инстаграм, мы там все самое новое, самое свежее публикуем. И что же вас ждет во втором выпуске? Загадочно, спросил Игорь. Там, конечно же, будет рассказ Кати о том, как она собирала вокруг себя творческих людей, своих друзей, как они издают комиксы, ищут издательства, да, как они вместе работают и много-много интересного. Так что не теряйтесь, да, присоединяйтесь и до следующего раза ваши комментарии ждут. У нас уже во втором видео. Пока. Пока. И счастливого конца света. Куда без этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова